В Ульяновской области проходит акция «Лес». Напомним, президент Владимир Путин призвал к усилению контроля за рубками лесов в России. Ульяновская область включилась в работу. В Министерстве на сегодняшний день разрабатывается план по декриминализации лесной отрасли. Туда входят такие направления, как увеличение предприятия по глубокой переработке отходов, создание системы наблюдения за всем процессом лесопереработки. Это процесс работы на отделянке и непосредственно уже производство готовой продукции. За вывозом пиленной древесины следят сотрудники Департамента лесного хозяйства. На дорогах области они работают в компании с сотрудниками ГИБДД. Такая работа ведется в течение всего года. Теперь она усилена. Данная акция у нас запланирована на три этапа. Это сентября был с 9 по сентября. И с 9 ноября по 19 ноября. И третий этап – это в декабре месяце. С 14 по 24 декабря. Но кроме этого мы летнее время еще патрулируем, ведем патрулирование и тоже выявляем незаконные рубки. Акция проходит не только в Майнском районе, но и в других муниципалитетах. Группа мониторинга состоит из специалиста местного лесничества, сотрудника Департамента и работника ГИБДД. Проверяются все машины. Если есть факт нарушения, составляется протокол. У нас постоянная работа. У министерства есть полномочия по осуществлению Федерального государства лесного надзора. В рамках осуществления своих полномочий, переданных Российской Федерацией, мы осуществляем наши рейды, патрулирование. На сегодня могу сказать, что за 10 месяцев у нас было выявлено 121 случай незаконных рубок объемом, 1100 кубометров. Ущерб составил 32 миллиона. Работа непростая. На найденных незаконных рубках делаются засады. На дорогах выставляются патрули. Ведь нарушителя необходимо поймать с поличным, чтобы заставить ответить за ущерб, нанесенный природе. А лесовосстановлением занимаются сотрудники лесничеств. Сфера после вырубки делает подготовку. Подготовка у нас делается согласно проекту. По каждой породе, в сосне, отдельно там учитывается посадочное место по дубу, другие. В основном у нас средние 6600 в одном гектаре посадочный материал должен быть. В данный момент мы находимся на участке дубового насаждения. Место под породу деревьев в незапамятные времена выбрала сама природа. Лесничие стараются следовать ее указаниям. Если здесь была дубовая роща, сажают тоже дуб. Кстати, по агротехнике это очень непростая культура. После высевания за саженцами ухаживают как минимум 5 лет, пропалывая траву, внося удобрения и защиту от вредителей. Человеческий фактор тоже важен. Если по посадке проедет машина или даже пройдет человек, он может неловкими шагами убить пятилетний труд специалистов и природы. Павел Половов, Владимир Куликов, Новости Улправды ТВ.